0 0 добрый день здравствуйте это торгут азор слушаю приветствую это город танк на связи а знаете я вот контакте сейчас нашла ваш номер телефона собежу за вами видео 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 чашки его поручалечка которая задержали поговорить еще на площадь издеваться мы попозже сейчас я просто в том что у нас родится во времени попозже тоже будем звонить туда уже в отделение предъявлять претензии я дайте сейчас вот сижу здесь могли бы мне подсказать уже мне пришло исполнительные уже на тристовые отписание как говорится за электроэнергию еще тогда что-то да вы не знаете как правильно написать отмену судебного приказа как отменить судебный приказ если же все строки прошли они оказываются еще в том году вывезли а я узнала только вот считай в конце января правда я как-то узнал но при его пришло кинули почту наши видно уже кинула письмо просто почтовый ящик а до этого вот эти вот бумажки чтобы получить письма по крайней мере я их не находила знаете в своем ящике почтовым а пришел уже ответ в ней постановление о судебных приставов отписания но я правда проверила хоть считаю еще карты банковские не заблокирована ни ареста там ничего такого пока нет значит слушай внимательно первое что тебе нужно сделать это знакомиться с материалами дела в этом бываемом суде когда ты ознакомишься это будет дата отсчета твоего официального ознакомления с судебным приказом Это то письмо, которое они мне прислали, или мне надо идти и заново получать? Чего получать? То есть, чтобы ты однакомиться с тем письмом, постановлением, которое они мне прислали. Я правильно поняла вас? Они никак не могут доказать, что они тебе что-то прислали. Неужели непонятно? Это на доручка рассчитано. Вот если бы ты под роспись получила уведомление, вот тогда это другое дело. Нет, не получила. Ну и все. Хорошо, а если они... Хорошо, я сейчас ничего не буду делать, как я вас слышу, да? Как-то я ничего не получала, получается. Они могут у меня начать высчитывать карты или заблокировать их. Так ты слушай, что надо делать-то, я же тебе не все рассказал. Возвини, пожалуйста. Когда ты напишешь волеизъявление на ознакомление с материалами дела, через три дня ты можешь прийти и ознакомиться. То есть, у них три дня максимум на подготовку этих материалов. Приходишь, знакомишься с материалами дела, и с этого момента ты там в материалах дела увидишь вот этот судебный приказ. Определение. А мне куда идти? Тут, в сутки? Кто вынес судебный приказ, ты знаешь? Ну, в судебный участок знаю письмо, в письме это написано, в котором прокладывали. Ты только на письмо не ссылайся. Угу. Просто напиши, стало известно, и все. Не уточняй. Мне стало известно, что в таком-то суде находится такое-то дело. Номер указывай. Я хочу, чтобы меня ознакомили с материалами дела. Так. Через три дня приходишь, знакомишься, полностью от корки до корки фотографируешь, и там будет вот этот судебный приказ. И с этого момента у тебя есть 10 дней на то, чтобы отменить данный судебный приказ. Соответственно, следующий этап – это в течение 10 дней написать воле заявления. Оно очень простое, элементарное. То есть там достаточно написать «я возражаю, не согласен», и все. И они обязаны отменить этот судебный приказ. Просто так и написать «воле заявления я не согласна с вымесенным решением». И все? Ну да. А можно спросить за два подобного плана-практика? Чего? А вы сталкивались с такими вопросами? У меня полгода назад был этот приказ судебный. Я его отменил. Так как вы мне сейчас посоветовали? Ну, у меня немножко по-другому было. Мне заказным письмом они прислали. То есть это будет как воле заявления, правильно? Написано, собственно, ручно, что я отменяю судебное воле заявления, прошу, я отменяю такое-то данное постановление. И все. Ни с чем, ни почему, ничего не объяснять, правильно? Ты меня ВКонтакте найди, напиши мне там. Я тебе вышлю образцы. И воле заявления на ознакомление с материалами, и воле заявления на отмену приказа. Хорошо. Поняла. Господи, вы извините, что я вас беспокою, потому что я никогда не сталкиваюсь с этим. И получается, без предупреждения, ведь ничего, хоть карту не арестовали, ничего не делали. Как зовут? Это вам беспокоит Виктория. Виктория, на ты можно же обращаться? Ну, в принципе, я уже и говорю, на ты тебе постоянно. Ну, можно. Я тоже, что путаю, то есть, вы знаете, мы еще люди воспитанные при СССР. У нас родители воспитания-то, знаете, и отношения-то к другому. Виктория, Виктория, давай покороче по делу. У меня времени нет, у меня 40 звонков. Говори, говори, говорите, я это записываю, говорите. На ты, на ты. Все, дальше поехали. Потом про воспитание поговорим. Когда будет, будет время. Сейчас времени нет, сейчас полный беспредел в стране происходит. Каждого, эти миллионы вот этих приказов выпускаются ежедневно. Это беспредел полнейший. Они вообще ничего не сообщают. Сами по себе все делают, а деньги списывают, и все. А народ в шоке ходит, не знает, что делать. Так, что я хотел сказать? Так, говорите, что существует дальше. Пришла я в суд, запросила то постановление, какое судебный приказ, якобы какой-то есть. Они мне в течение трех дней его выдают. Так? Нет, не так. Нет, не так. Перезаписывай. Ознакомиться с материалами дела. Сфотографировать от корки до корки. Ты чем слушала? Записала, все. Вот сейчас вот твои слов, я так понял, ты бы пришла и сказала, дайте мне судебный приказ. Вот тебе бы бумажку там какую-нибудь выдали и сказали, распишитесь и все. А где все материалы делать? Ты же ничего не сфоткала бы тогда. Там до 100, до 200 листов может быть в материалах дела. Ну что ты, что ты вот там, вот трагедию устроила, что-то распереживалась вся. Зачем вот эти переживания, выключай их нафиг, они мешают. Откинь их в сторону, действуй это здраво. Я тебе говорю, что делать, а ты даже запомни, не то что запомни, даже записать не можешь. Я тебе сказал, ознакомиться с материалами дела, несколько раз повторил. Ты мне повторяешь, говоришь, а что, а прийти и получить судебный приказ. Даже не приказ, а постановление-то там какое-то назвало, решение. Так, дальше что делать? Пришла, попросила однокомница, сфотографировала все. Да не пришла, а отправила в волеизъявления. Либо через Газправ судья, либо курьером. Они же закрыты все, они позакрывались. А вот когда отправишь, через три дня можешь приходить спокойно. Ты видео мои что, не смотрела, как я хожу? Ну, не все смотрим, как говорится. Я на практике показываю, как это делается, образцы прикладывают. Хорошо, я тогда вам какое-нибудь сказало в ВКонтакте, на вас, на тебя подпишусь. И если не найду, вышлешь мне образец волеизъявления вот этого, хорошо? Добро, добро. И потом, как правильно, как говорится, волеизъявления, чтобы отменить вот этот приказ. Добро, добро. И остановление, как-то. Ладно, тогда не буду задерживать вас. Здоровья вам, терпения тоже, потому что, знаете, я начинала по ЖКХ, нервы уже, видно, тоже съехали за два года. Все хорошее в нас связи. Подожди, подожди. И будем следить за мужчиной, которым там тоже... Подожди, Виктория, можно я размещу для всех этот разговор в интернете, чтобы все знали, что делать в таких ситуациях? Ой, у меня такая речь не все разная, нескладная, да мне даже стыдно, послушайте. А что стыдно? Все будет анонимно, я вырежу, где ты там говоришь, откуда ты, и все. Виктория какая-то, Виктория, и все. Ну, хорошо, хорошо, разрешаю. Добро, чтобы, ну, такие бумки необходимые... Ну, у меня ваш разговор записывается тоже на телефон, поэтому я, что надо, запишу, так что надеюсь, что все будет хорошо. Добро, и когда мне напишешь ВКонтакте, я тебе пришлю ссылки на видео, где прям это, ну, показываю, я прихожу, знакомлюсь с материалами, фотографирую, все снимаю на видео, ухожу. И если меня не пускают, что я делаю, я там акции составляю, что меня не пустили и не ознакомили, и еще такое. Хорошо, на связи, дарую вам терпение еще раз, до свидания. Благодарю. Не буду задерживать вас. Благодарю. Благодарю. Благодарю.